Всем привет, друзья! Это будет весьма оригинальное видео, подготовленное для всех людей, всех зрителей, которые интересуются пчелами. И для тех, которые начали только заниматься пчелами, это будет для них весьма полезное видео. Как организовать пасеку? Эти видео будут для тех людей, которые интересуются, как все это сделать, и в правильном варианте. Естественно, всей полноты информации невозможно передать, но основное положение и основные правила будут показаны и рассказаны. А в дальнейшем, на основании практики, вы будете, так сказать, улучшать положение вашей пасеки. Как организовать пасеку? Называется видео. Пчел можно разводить во всех местностях, где произрастают медоносные растения. Пчеловодство можно избрать своей специальностью и работать. Тут написано, пасеки колхоза, лесохоза. Это было во времена Советского Союза. Ну, сейчас вы можете организовать свой бизнес и иметь успех. Но прежде чем организовать свой бизнес, вам надо позаниматься как бы любительским пчеловодством, потому что, чтобы иметь свой бизнес, надо иметь достаточно знаний, если что-то случится, чтобы вам не обанкротиться. А если и что-то случится, убытки какие, то чтобы вы могли быстро восстановиться и у вас не потерялось, так сказать, не опустились руки, не потерялось настроение. Заниматься пчеловодством выгодно, полезно и интересно. Выгодно пчеловодство тем, что оно дает высокоценный питательный диетический продукт – мед. Небольшие затраты на организацию пасеки могут окупиться медом за 1-2 года. Кроме того, посещая цветки сельскохозяйственных медоносных растений, пчелы их опеляют и тем способствуют повышению урожайности плодов, ягод, семян. Пчеловодство – полезное занятие. Работа с пчелами на чистом воздухе среди деревьев, кустарников благотворно влияет на здоровье человека. Работа на пасеке не требует больших усилий и поэтому доступна для людей с ослабленным здоровьем. Занятие пчеловодством положительно влияет и на людей с расстроенной нервной системой. Длительное пребывание в саду, среди зелени, при равномерном гуле летающих пчел действует успокаивающе на человека. Для пчеловода-любителя работа на пасеке в свободное время и в выходные дни – лучший вид отдыха. Пчеловодство – одно из самых интересных занятий. Жизнь пчел сложна и многогранна. Любитель естествознания найдет в пчелиной семье интереснейший объект для наблюдения и исследований. Систематический уход за семьями пчел доставляет интересный материал для раздумий, заключений, выводов, вызывает потребность глубже изучить заинтересовавшие его вопросы. Не случайно среди пчеловодов, особенно опытников, велико стремление к изобретательству. Ну, это естественно, это самые такие новаторы, изобретатели, рационализаторы. Нельзя заниматься пчеловодством лишь людям, особо восприимчивым к ужалению пчел. Это такие люди, обычно из тысячи встречается один человек. Для здорового человека небольшое количество ужалений даже полезно. Уже давно ужаления пчел с успехом используют при лечении ревматизма и радикулита. Недавно показано положительное действие яда пчел при гипертонии и ряде других заболеваний. Однако сравнительно редко, но все же встречаются люди, у которых даже одно ужаление вызывает учащение сердцебиения, повышение температуры, рвоту и другие признаки отравления. Таким людям нельзя заниматься пчеловодством. Первый вопрос. Где расположить пасеку? Тут вот так будет написано, и если что, я еще добавлю, как я прочитаю. Уля с пчелами лучше всего размещать в саду среди невысокой древесной кустарниковой растительности, которая затеняла бы уля от Сан-Цепёка в жаркие дни, но в то же время не создавала бы густой тени, где уля вовсе не будут прогреваться солнцем. Чтобы избежать возможных неприятностей, из-за ужалений людей, животных, уля не следует размещать вблизи мест, где бывает много народу, большое движение транспорта, а также вблизи скотных дворов и дорог, по которым часто прогоняют животных. Хочу немножко добавить по этому отношению, скотных дворов. Если ваша пасека находится рядом с какой-то фермой или еще, где коровы, бички или свиньи, или еще какие-то животные, которые создают много отходов от себя, навоза, и, так сказать, большое количество, и пчелы всегда нуждаются в солях. И они летают и подбирают то мочу, которую выделяют животные. И часто бывает заносят гнелец и другие заболевания. Поэтому вблизи пасеки нежелательно иметь такие скотные дворы и дороги для того, чтобы эти пчелы не могли нападать ни на животных, которых там часто прогоняют, на пастбище или они ходят там вот, чтобы они не могли их покусать. И для, так сказать, чистоты вашей пасеки. Ибо если вы поставите, пренебрежите этими правилами, то ваша пасека обанкротится и вы будете много лечить и бесполезно лечить, потому что пчелы будут постоянно заражаться. Лучше иметь подальше от этих, так сказать, животных. Удобные места для пасек бывают вблизи небольших водоемов, ручьев, речек, где в большинстве случаев развивается хорошая растительность. Это верно, надо взять во внимание. Пасеку со всех сторон надо обсадить деревья, кустарниками и городить высоким забором или плетнем, или что, чтобы было повыше. Чтобы защитить улья с пчелами от ветров, это крайне важно для летной работы пчел. Экономичное расходование меда в ульях, выращивание расплода в весенний период. Ну, это так, предварительная информация, так, основная, так сказать. Как расставить улья? Улья следует расставлять небольшими группами по два, три уля с расстояниями между группами в 6-10 метров. В пределах каждой группы улья необходимо окрашивать в разные цвета белый, голубой, желтый. Ну, это для любительской пасеки, конечно, пойдет. сейчас зачастую бизнеса окрашивают в один цвет, но литки желательно вокруг литков подкрасить белый, голубой и желтый. Это более узнаваемые цвета. Для экономии краски, потому что, если покупать разную краску на небольшую пасеку, это будет большой расход. При таком размещении улья обеспечивается хорошая ориентировка для пчел, предотвращается возможность блуждания пчел, чего почти нельзя избежать при однообразной окраске. Ну, иногда это самое я спрашивал пчеловодов, они ставят и у меня улья стоят в один ряд и близко один к одному. Вот. А если пчела перепутала, принесла мед в другой ульяк, а пчеловод мне отвечает, ну, это же мой ульяк, какая мне разница, в какой ульяк она принесет мед, или в левый, или в правый, все равно она принесет мне, как говорится, мед. Итак, далее читаем. И расположение их правильными рядами. Вот тут написано, нельзя избежать при однообразной окраске ульев и расположить их правильными рядами. То есть, рядами улья стоят. Литки ульев следует направлять на восток или юго-восток. Для чего, друзья? У меня литки ульев направлены на восток, солнце поднимается, оно сразу освещает этот самый выход, этот литок. И пчелы раньше пригреваются, и пчелы-разведчицы первые летят, и быстренько начинается работа пчел. То есть, это для того, чтобы пчелы работали наиболее правильно, используя время дня. Если литки будут ставить в обратную сторону, он менее нагревается, и пчелы позже вылетают, и с таким, так сказать, много теряют при приносе меда. Далее читаем. Ставят улья на колочки, вбитые в землю и выступающие над землей на 25-30 сантиметров. Хочу еще добавить залитки. Это желательно направлять на восток и юго-восток. Ну, может, на вашей территории, на вашем участке. Не получается так, потому что, если на восток поставить, а там у вас такой заборчик стоит, это на восток у вас. И они не могут залететь. И то желательно сделать, ну, пусть они будут лететь в другую сторону, чтобы у них летная, так сказать, местность была, чтобы им удобно было. Если так, то они будут лететь, и просто так им тяжело будет вылетать. Поэтому, смотрите, из таких условий. Тут написано, как правильно, но как у вас получается на участке, так и ставьте. Желательно, чтобы только ветер не задувал, в смысле, в сторону летка, потому что это более неприятное положение. ставят на колочки, вбитые над землей 25-30 сантиметров. Кто-то ставит на колочки, тут советуют на колочки. Имеется в виду на любую подставку высотой 25-30 сантиметров от земли. Вот. Чтобы не на земле. Колочки выравнивают по уровню так, чтобы передняя пара колочков была ниже задних на 2-3 сантиметра. Ну, кто-то выравнивает, кто-то не выравнивает, но это для того, с учетом того, что если будет дождь, вот если это ровно стоит, а если чуть под наклоном, то есть не затекает в улей, вода не стоит. Если это литок, если это литок, то вода может затекать, если она будет вот так стоять в литок. А если литок так стоит, то вода, хотя бы дождь бил, она вся стекает в улей сухо. То есть это не так ставится, это просто я показываю так. Немножко наклон, чтобы наклон чуть-чуть был, так сказать. Ну, кое-кто ставит ровно, это тоже не совсем проблема. Но если немножко наклон, это уже гарантия, что дождевая вода не затекает. Площадка перед улями размером 0,5 метров следует расчистить от травы, чтобы пчелы, возвращаясь в улей, не путались с травей, чтобы было видно, что пчелы выбрасывают из улья. То есть если ваш улик так стоит, полметра это приблизительно как мой стол, вот, может чуть меньше, ну, вот эту местность надо, чтобы чистая была от травы. Иногда мы смотрим на видео, видно, что трава растет у пчеловодов и пчелы летают, бьются в эту траву. То есть им создается больше условия, они тратят больше энергию на попадание в свое гнездо. Поэтому пчеловод должен знать или продергать, или скосить, или как он может убрать эту траву. Следующий вопрос. Как и где приобрести пчел? И когда? Я добавлю, потому что здесь не написано. Приобретать пчел лучше всего ранней весной с передовой в районе пасеки, на которой пчеловод получает высокую устойчивую медовую продукцию. Имеется ввиду у хороших, которые бизнесмены зачастую продают пакеты пчел, 4-5 рамок. Это в нашей местности, я слышал, что и там в России то же самое, и в других местностях приблизительно такой пакет должен быть. Можно с рамками купить, и не меньше 4-х рамок расплода должно быть. И естественно, чтобы на этих рамках было хотя бы понемножку меда, потому что эта семья у вас, так сказать, это пакет, это отводок будет. Но тут советуют покупать, послушаем, они советуют покупать сначала семью. Качество пчел, маток, сотов на такой пасеке всегда будет выше, чем на плохой у молодопродуктивной пасеке. Предварительно ветеринарного врача следует справиться о здоровье пчелиных семей, то есть с пасек. Больные или гнильцом, а коррозом продажа пчел воспрещается. Ну, еще лучше я вам скажу, если вы хотите приобрести пчел, возьмите хорошего знакомого пчеловода, который помог бы вам разобраться. Знакомый пчеловод сразу при открывании уля определит, где хорошая семья, а где плохая. Имея этот опытный пчеловод, может вам сказать, почему этой семьи нельзя брать, там расплод, пестрый, видно, что не сплошной, видно, что семья в болезненном состоянии, слабо летает, слабенько, то есть, видно, что матка может быть сеет с трутнями, поэтому этот человек может вам подсказать. Ну, естественно, если еще справка есть, это тоже взять во внимание. При покупке пчел надо подробно осмотреть их гнезда, вот это то, что я вам сейчас и рассказывал. Приобретать следует только зим сильные семьи, которые хорошо перезимовали, занимают весной 7-8 рамок, плотно покрытых пчелами. Ну, как правило, такие пчелы нужны самим пчеловодам, и они редко продают такие семьи. Ну, если у вас выпала такая возможность, они будут дороже стоить, но они хорошо развернутся. При осмотре семьи надо убедиться в наличии матки расплода всех стадий, то есть расплод должен быть от яичек, червячков, личинок и запечатанный не меньше, чем на четырех рамках. В уле должно быть килограмма четыре меда и перги на двух-трех сотах. Если меда в гнезде меньше, то семье придется дополнительно дать сахарную или медовую подкормку. Ну, семьи разные, поэтому тут говорится, сколько оптимальный лучший вариант. Если же там меньше меда, но расплода достаточно, потому что это весна, и пыльцы может одна рамка, то такую семью можно брать, она наносит еще. Если меда в гнезде меньше, то семье придется дополнительно дать сахарную или медовую подкормку. она дается один к одному или один к двум, то есть одна часть сахара и одна часть воды вполне достаточно. Часто продаются семьи без улья, в таком случае заранее надо подготовить улья такого типа конструкции, которые желаете иметь на пасеке. Иногда пчеловоды начинающие не знают, что они хотят, и поэтому я могу подсказать по этому вопросу не то, что они желают, а то, что в вашей местности сильно распространено. Если в вашей местности хорошо распространено улья лежаки и можно приобрести новые, которые у вас там строят по всей местности, то лучше приобрести улья лежак, хотя и лежак имеет достоинство недостатки. Если же в вашей местности есть рутовские на 230, то и у вас хорошо это поставляется эта продукция и вам не надо строить, то лучше приобрести рутовские. То есть какие стандартные улья у вас более сильно распространены, те и приобретайте. Можно приобретать ранние отводки, то есть небольшие вновь сформированные семи с плодными матками, занимающие 6-7 рамок, из которых 4 с расплодом. Отводки следует приобретать в первой половине июня, с тем, чтобы они успели усилиться и обеспечить себя кормовыми запасами. То есть обратите внимание, я как пчеловод могу себе позволить приобрести в любое время, так как я опытный, и я знаю, что я покупаю. Для тех, кто хочет только начать заниматься пчелами, им выгодно покупать весной до первой половины июня, чтобы семья смогла обеспечить себя кормами. В этом году эта семья у вас будет развиваться, она вам не принесет меда, товарного меда, то есть она только принесет мед для себя. Ну, может, и с какой-то семьи вы можете вытащить рамку попробовать. Как перевести пчел? Купленные семьи пчел надо подготовить к перевозке на новое место. Для этого между рамками у передних и задних стенок уля вставляют по два разделительных брусочка длиной 150 мм, толщиной 12 мм. Эти рейки предохраняют рамки от шатания во время перевозки. Рамки надо плотно сдвинуть к одной старостенке уля, крайнюю закрепить гвоздями. Сверху корпус уля накрывают редкой чистой мешковиной, которую прикрепляют к стенкам уля деревянными рейками, чтобы пчелы не могли выскакивать через верх. То есть или накрывается сеточкой, специальной рамочкой, ну, чтобы пчелы не задохнулись, потому что если будете перевозить в жаркую погоду, то они, естественно, у них должно быть место, где выкучатся. Обычно улик берут ну, есть разные уля, ну, возьмем, к примеру, 10-ти рамочные, вы покупаете 7-ми рамочные, 7 рамок, остается 3 рамки пустого места, то когда вы рамки сдвинули, вы их на гвоздики прибили, чтобы они не смещались на это пустое пространство. Вот, и это простое пространство будет, дает возможность пчелам, ну, так сказать, если будет повышение температуры, уйти, уйти с рамок и скублиться, как говорится, сделать клуб в этом пространстве, то есть разлезься. Если им негде разлезься, их можно даже запарить. Поэтому будьте внимательны, читаем дальше. В конце дня, когда лед чел прекратится, плотно затыкают литок улья мягким сеном и улья сторонно перевозят на новое место. Ну, тут советуют мягким сеном, литок можно закрыть любым материалом, даже материи можно затолкнуть литок, если он небольшой, или планочку прибить, или брусочек прибить на литок, чтобы пчелы ни в коем случае не вылезли, потому что по дороге, когда вы будете везти, то ли в машине, то ли закрытом фургоне или автобусе, ну, где-то будете везти, пчелы могут вылезти, и вы можете сделать аварию, когда вы будете везти внутри салона, потому что пчела будет летать возле вашего носа, или постарается что-то, вы с перепугу крутнетесь влево или вправо, получится авария, поэтому желательно тщательно запаковывать, чтобы пчелы не могли вас по дороге покусать, и вы благополучно доехали. Далее читаем. Перевозить пчел можно на расстоянии не ближе трех километров, так как иначе часть летных пчел возвратится на старое, привычное для них место перевезенной семьи ослабнут. Тут пишется три километра, но я советую даже до пяти километров, потому пчелы могут перелететь назад к хозяину. Он продает, когда показывает вам, вот какая семья, хорошая, столько пчел вы посмотрели, привезли к себе, поставили, на следующий день вы решили проверить, или через день открываете, а там по полрамки пчелы остальная вся улетела назад. Поэтому для, так сказать, качественного развития вашей пасеки новой, чтобы пчелы не потерялись, желательно поехать за 10 километров или 5-10 километров вы уже намного более, так сказать, гарантированно, что ваши пчелы останутся у вас. Еще что хочу добавить. Почему в конце дня? Пчел можно брать и среди дня, но где-то 50% летной пчелы вы потеряете. То есть среди дня, если будете брать эти рамки, часть летной пчелы находится в поле, вы можете их привезти домой, поставить, все, они будут работать, но часть летной пчелы останется для хозяина, естественно, хозяин может применить разные варианты. Может эта пчела разлететься в ближстоящие улья, если этот улья он продал, а рядом два улья стоят, они привыкли летать сюда, они разлетятся, у него усилятся его семьи, потому что они с медом прилетят. То есть хозяин ничего не потеряет, только вы потеряете. Поэтому желательно покупать вечером, когда уже солнце на закате, но пчел посмотреть желательно днем, понимаете, потому что когда днем пчел летает, ну за 2-3 часа до заката солнца, желательно посмотреть пчел, тут не описывается, но практика показывает, вечером сложнее смотреть, потому что много летной пчелы. Далее читаем, привезя пчел, улья расставляют на заранее подготовленные места, через 10-15 минут, как только пчел успокоится, открывают летки. то есть, когда вы привезли пчел, можете сразу открывать летки, пчелы никуда не полетят, потому что уже темно, им душно, они выкуплятся, повисят, то есть, пока они внутри, так сказать, провентилируют, все, потом они в спокойном состоянии зайдут в гнездо. На другой день семьи осматривают и убирают разделительные брусочки, вытягивают, желательно осматривать в середине дня, когда пчелы уже пойдут на работу и будет меньше пчел. Что делать, если на месте приобрести пчел нельзя? То есть, имеется ввиду на месте в расстоянии 5-10 километров. В таком случае, можно купить отводки в одном из пчелопитомников. Ну, тут, как говорят пчелопитомники, то есть, тут, можно сказать, в настоящее время пчел можно заранее позвонить, где вы хотите купить, узнать, ну, кто хороший пчеловод, кто продает постоянно, вам подскажут пчеловоды, где у кого купить. И, то есть, позвонить, пока есть осень, зима, январь, февраль, договориться, он поставит вас на очередь и по весне он может вам продать, если он постоянно занимается продажей пчел, этот человек. Он может вам продать, и можно покупать по весне и безсотовые отводки, вот, и можно покупать рамочные, так сказать, пакеты, 4-5 рамок в пакете с пчелами, а безсотовые должны быть не меньше 3-х килограмм пчел и маточка. Маточка плодная. И баночка там стоит с сиропчиком, чтобы пчелы не погибли. У нас в США это продается 3 паунда пчел, я сказал, 3 килограмма, это полтора, полтора килограмма, не меньше, должно быть. 4 килограмма это хороший рой получится. Не меньше полтора килограмма должно быть, друзья. То есть, это можно покупать, когда вам натрусят пчел, это специально продают на у нас пакеты с сеточками и баночка там стоит 3 паунда пчел. Для приобретения отводков надо заранее подготовить улья, искусственную вощину для отстройки новых сотов, сшить утепляющие подушки, если кто-то использует. А кого они используются, получить на почте ящик с отводком. У нас, допустим, я заказывал в США 10 пакетов без сотовых, пришли по почте, почтальон привез, мне выставил, я ему заплатил прямо на дом. И дальше. Сразу получил по почте ящик с отводком и его ставят на место подготовленное для улья. Обязательно затеняют от прямых лучей солнца. Открывают литок, чтобы пчелы могли сразу облететься. Это есть в том условии, если это 5 или 4 рамочки. А если это пакет без сотовый, то его не открывают, а подготавливают к улей, и можно 5 рамок поставить, открыть внутри и закрыть. Пчелы сами вылезут на рамки, если кто боится и не знает. А кто знает, можно другим способом вытрусивать пчел с этого пакета. Они разлетаются. Но это более опытные. Затем, когда пчелы облетятся, на место ящика устанавливают улей, и в него переносят все рамки с пчелами. При этом стараются найти матку, чтобы убедиться в благополучном прибытии от водка. На ночь пчелам дают 2-4 кг сахарного сиропа в кормушках. Не обязательно сразу кормушку наполнить 2-4 кг, потому что пчелы, когда имеют пустые вощины, и вы получили бесотовый пакет, то есть рой небольшой, и вы туда струсили, они не могут все эти 2-4 кг сразу перенести, потому что нет сотов, просто овощина стоит. Им хотя бы пол-литра дать сахарного сиропа на каждый день, они постепенно начнут носить, делать соты и перенесут весь сахарный сироп. Итак, друзья, до этого момента первая часть моего видео окончена. Кто желает прослушать вторую часть, будет вторая часть, а сейчас до свидания, до встречи, ставьте лайки, подписывайтесь. , ORD Charlie, сэм! 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 Продолжение следует...